Я должна сказать, что буду говорить не об истории, а о памяти. А между историей и памятью существует все-таки значительный зазор. Память – это проблема актуальная, проблема сегодняшнего дня. Она связана с восприятием истории, с восприятием прошлого современным обществом. Она связана с самоидентификацией общества, с выбором им ценностей, выбором им каких-то определенностей для себя. И вот именно в этом смысле я буду употреблять термин «прошлое». Ни для кого не секрет, что современная Россия самоопределяется через прошлое, и чем дальше, тем больше. Собственно, это традиционный, это вообще естественный способ самоидентификации. Кто-то из известных людей говорил, что в умах каждого из членов нации, не знающих друг друга и никогда не встречающихся, живет образ их общности. Вот этот образ материализируется, становится конкретным в этой самой памяти, скрепляющей общество. А для России же это вообще такой устойчивый способ самоопределения. И особое значение он приобретает в ситуации кризиса идентичности. А российское общество, современное российское общество, оно во многом живет в этой ситуации. Острота вот этого кризиса ушла, какие-то определенности найдены, но все равно Россия находится в поиске. Кто мы, откуда, куда нам идти. И вот такого рода общество особенно нуждается в опорах. Раньше какие-то ориентации для общества давала идеология. Теперь кто-то ищет опору в религии, но она обращается к таким вневременным, что ли, ценностям. О ценностях социально говорит история. И поэтому естественен поиск и государства, и общества опоры в прошлом и выстраивание для себя вот такой истории. Но, тем не менее, вот этот момент, вот этого кризиса идентичности, он имеет свои особенности. И я бы выделила прежде всего вот такие. Один из моментов, он касается не только нас, а вообще всех европейских обществ, европейских сообществ. В последние трети XX века произошла такая временная, что ли, метаморфоза, которая затронула не только Россия, это вот общий европейский процесс. Общество, современное общество утратили представление о будущем, какую-то четкую перспективу. Это связано прежде всего с крахом крупнейших идеологий этих гражданских религий, и в том числе и прежде всего идеологии коммунистической. Современное общество, советское общество, которое ориентировалось на эту идеологию, обещало вот такое прекрасное будущее, основывалось на вере в него, еще на вере в прогресс, когда настоящее лучше прошлого, будущее настоящего, и одно следует за другим. Все это придавало обществу вот такой оптимизм, динамику, время вперед, и, собственно, что служило источником для развития. Сейчас ничего этого нет. Перспективы туманны у общества, вот эта вот линейка прогресса сломана, и все эти дефициты общество компенсирует прошлым памятью. Отчасти мне эта ситуация напоминает ситуацию начала XIX века, но то была эпоха исторического романтизма, а сейчас, я бы сказала, эпоха исторического прагматизма, когда все заняты отбором, изобретением прошлого. Прошлое в значительной степени – это искусственная вещь, создаваемая, конструируемая в интересах, прежде всего, элит, как главного субъекта этого процесса, изобретение, что ли, памяти. Прошлое служит вот таким символическим ресурсом, из-за владения этим ресурсом идут войны. И хотя все мы ищем хорошего прошлого, тем не менее, вот это нагнетание, что ли, прошлого, даже в виде памяти, оно придает обществу вот такой пессимизм, несколько меняет его состояние. Еще какую черту я выделила у этого состояния общества, потому что все эти работы с прошлым – это, конечно, ответ на состояние общества. Кризис современной идентичности, он связан не с только, не только, вернее, с какими-то процессами утраты империи, фантомных болей от утраты империи, утраты пространства, но и с таким фактом распада общего прошлого. В советском обществе это прошлое было, постсоветская его потеряла. И вот эта сборка общества, интегрирование его в некую целостность, интегрирование в некую целостность элитных групп, которые руководствуются своими интересами, их множество, да, хорошо, они связаны во многом с восстановлением прошлого. Наконец, еще одна специфика, что ли. Вот это вот создание, поиск общего прошлого – это очень сложный и травматический процесс. У нас он происходит сложно и травматично. Обычно, когда говорят войны памяти, то есть конфликты в связи с выбором прошлого, говорят о внешних каких-то вещах. Вот очевидно, что эти войны памяти происходят и внутри страны, и внутри этого общественного публичного пространства. Что касается вот такой нашей идентичности? Что мы видим сейчас? Это не столько новая идентичность, а какое-то желание перебросить на это новое общество идентичность старую, как-то адаптировать эту старую советскую идентичность к себе и адаптироваться к ней. И известно, что Россия все больше и больше ориентирует себя с советским прошлым, причем прошлым хорошим. Но вот это, опять же, не очень получается. И главная проблема, как не видится у современной России, это вопрос о начале. А где она начинается? Вот какое прошлое может ее объединять и интегрировать, кроме памяти о победе в Великой Отечественной войне? Здесь, мне кажется, возможны такие переклички с советским проектом, которому советская Россия, как постсоветская Россия наследует, но в котором она окончательно не разобралась. Вот у советского прошлого было начало. 7 ноября, праздничная, сокровенная дата, начало нового мира. И в этой дате, и то, какое место она занимала вот в этом символическом мире, что ли, советского общества, отражена амбициозность и всемирность самого этого советского проекта. И хотя у советского общества было множество проблем с прошлым, и оно было мифологизировано, вот эта общая память, общее прошлое, и оно имело в значительной степени сконструированный характер, оно было подчинено интересам государства, и общество на этом пространстве практически не играло. Но вот это общее советское прошлое, оно было в значительной степени действенным. И вот это начало действительно сцепляло этот общий мир. А у нас же и начало советского, что ли, периода, с которым мы себя связываем, и начало периода постсоветского как-то темно, смутно и неопределенно. Если вы помните, 7 ноября в 90-е годы было объявлено Днем Согласия и Примирения. Не праздничной датой, но фактически датой, вот Национальный день памяти, что ли, о революции. И здесь было принципиально иное, чем в советское время, отношение к этой дате заложено. Это, что ли, восприятие революции как гражданской войны, как некого гражданского противостояния, которое в значительной степени отразилось и в настоящем дне. И смысл этого дня было примирить, соединить вот через такое осмысление прошлого. Потом в 2000-х общество изменилось, был предложен новый взгляд на эту дату. Это, собственно, мне кажется, своеобразный ответ, что ли, на революцию. 4 ноября – это День национального единства. Россия – это не смута, не революция. Россия – это восстановление единства, восстановление единства власти и народа и прекращение вот таких вот. То есть это не наш проект, революция – не наш проект. И следующая, как бы, еще одна интерпретация, которая присоединилась в недавнее время, это попытка трактовать эту дату, как вообще нечто России, что ли, не присущее. Февраль – заговор антироссийских сил, октябрь – они тоже заговорщики. И при этом вот и здесь, в Казани, мы проезжали по центральной площади, везде стоит один памятник – Владимир Ильич Ленин. И вот этим разговором о революции, любым текстом, что ли, о революции, он придает свой контекст. Следующий год – год столетия русской революции. И он во многом определяющий для России. И то, как мы прочитаем, что ли, эту революцию в будущем году, это будет и во многом ответ на этот вопрос о нашем самоопределении, кто мы. И мне кажется, что главное, что характеризует вот этот нынешний проект, это даже не то, что он зыбок, что ли, неустойчив, не вполне определен, как и, собственно, российская идентичность, а в том, что он, ну, как бы, не вполне осмыслен. Это я, да, все заканчиваю. Спасибо. Он не работает на какое-то движение, что ли, общество, на переход его в современное состояние. Спасибо. Извините за переборную. Спасибо большое. Коллеги, какие-то вопросы? Пожалуйста. Сергей Ильич, я скажу, пожалуйста, исходя из вашего сообщения, советское прошлое, ну, как вырванное ее жизнью. Нет что-то положительное, все как бы общее такое. А мы работаем со студентами. А что есть в советском покое? Мы скажем, да, вот это мы должны забывать, с точки зрения исторической памяти. Это как нападает, 70 лет уже целое время. Ну, собственно... Смотрите, мы в советское время, с точки зрения исторической памяти, что тут полно, 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 а тут нет. Вот, знаете, мне кажется, проблема другая. Не в том, что было хорошее и нехорошее. А память, она какие-то сцепки с современностью должна образовывать. Она должна давать ответы на некие потребности, интересы сегодняшнего дня. А вот мне кажется, что в том, как мы выстраиваем отношения к этой памяти, вот эти сцепки не образуются, не получаются. И не вызывает это... То есть она не вписывается вот в какое-то восприятие. И здесь главное вот эти сцепки найти и заставить эту память работать. И мне кажется, в чем проблема отношения к советскому прошлому сейчас и в связи с революцией тоже. Смотрите, мы будем говорить о революции, о гражданской войне. И получается, как бы так, все хорошо. Все хорошие, все хорошо, все вместе. И Деникин хороший, и Колчак неплохой, и Фрунзе замечательный. Ну, есть один нехороший персонаж, это Николай II. Но как после него может получиться хороший Ленин, мне вот не очень понятно. Нужно, наверное, говорить не о людях, а о тенденциях. И не только о достижениях, но и тенденциях, которые создавали, что ли, этот советский проект. И воспринимать его сложнее, давать ему более сложную, что ли, оптику, чем мы пытаемся ему сейчас давать. И вот здесь, с одной стороны, нельзя работать и с памятью, что ли, на или-или. Или это, или то, это война. Должна быть какая-то объединяющая вещь для общества. Но все равно какую-то позицию необходимо выработать. И мне кажется, такая позиция, это вот такое моральное, что ли, отношение к прошлому. Говорят, в истории вот этот моральный императип, он не действует. Но это, в общем, слуган не из нашей эпохи. А вот сейчас и память, и прошлое требуют именно такого морального отношения к себе и рассмотрения его, ну, с точки зрения человека. Насколько ему возможно было существовать в этом обществе. Насколько вот из него не тащилось все худшее. Насколько это общество создавало условия для его самореализации. И вот тогда, мне кажется, мы несколько иначе будем смотреть и на советское общество, и на революцию столетия, которую мы будем... Победу. Ну, вы задаете вопросы, на которые как бы есть стопроцентно. Вот эта стопроцентная страховка и стопроцентный интегратор для современного общества, обстановка только и держит. И вот эта историческая, символическая, памятная дата и делает из нашего общества общество. И мне вот не очень понятно, когда говорят, ну, а победа, а что, ну, и победа, ну, она была, да? И чтобы не говорили о победе, вот эти люди, которые совершили, они вписали себя в историю, они есть победители. И это действительно наша общая победа, наша общая победа со всем цивилизованным миром. Здесь уже дальше не о чем тогда говорить. Ну, победа, тогда уже все. Нужно говорить до победы, потому что вот единственное, что мы можем предъявить себе, это как бы вот победа. А что дальше? Мне нужно, мне кажется, нужно говорить о дальше, иначе это какая-то короткая память, у меня вообще нет никакого объема. И тогда вот... Она просто уйдет. Вот это еще одна проблема. Меняется и отношение, между прочим, к этой войне, восприятие войны. Она сама действительно переходит в культурную какую-то память. И тогда тоже нужно как-то, иначе выстраивать. Я прошу прощения, давайте не будем уходить в дискуссию. Мы потом... Да, потом... Сумеем... Ну, мы немножко... Коллеги, где молодого человека? Ну, у меня совсем вопрос. Вы сказали, что в следующем году будет строить эти века русские революции. Почему вы сказали русские революции? Просто два революции. А какой я должна была сказать? То есть, какой я прилагательную я должна была употребить? Ну, мне кажется, это в значительной степени натяжка. Ну, почему? Когда мы говорим о русской, мы понимаем, о чем идет речь. И если говорят о французской революции, это не означает, что и хотят придать этническое, что ли, начало. Когда я говорю о русской революции, я имею в виду процесс, который происходил на этом пространстве, на этой территории, которая называлась российской. Россия, мне само это номинование определения «российское» не очень нравится. Почему не русское? Спасибо большое за выступление.